Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня по вашим просьбам готовлю вергуны. Вергуны по этому рецепту получаются очень пышные, воздушные. Эта порция, конечно, большая, но я не советую вам её уменьшать, потому что они настолько вкусные, что их не бывает много. Для теста возьмите все продукты комнатной температуры. Под этим видео будет рецепт с точным количеством продуктов. В качестве разрыхлителя здесь используется немножечко дрожжей, 10 граммов, чайная ложечка разрыхлителя. Наверное, поэтому они и получаются настолько пышные, пористые. Сразу нужно оживить дрожжи. Для этого в стакане кефира можно взять простоквашу, развести дрожжи. И здесь у меня столовая ложка сахара. Сколько сахара сможете набрать в ложку, столько и набирайте. Всё это размешать и поставить, пусть немножечко дрожжи заиграют. Муку добавлять сюда я не буду. Специально подогревать кефир не нужно, достаточно комнатной температуры. Для вашего удобства я набрала сметану в стакан. Это стакан ёмкостью 250 мл. Набираете неполный стакан, на пальчик неполный стакан. И это получается 200 грамм сметаны. Дрожжи пока отставляю. Пока они заиграют, можно приготовить сухие ингредиенты. Здесь у меня 400 граммов муки, просеянной. Добавляю чайную ложечку соли, без горки. Чайную ложку разрыхлителя. И пакетик ванильного сахара. Всё это нужно перемешать. Вергуны, хрустики, это, наверное, самое любимое наше лакомство с детства. Мамы, бабушки часто готовили, потому что готовится это всё быстро. Дрожжи полностью разошлись и немножко зашумели. Для этого понадобилось 10 минут. Выливаю сюда 2 яйца. 200 граммов сметаны. И всё это нужно полностью перемешать. Всё это выливаю в муку. И перемешиваю. Я сюда не добавляю никакой жир. Потому что они жарятся во фритюре. Они в себя впитают немножко жира. И сахар здесь всего столовая ложка. Больше я не добавляю, чтобы при жарке они не горели. Ещё 100 граммов муки. Тесто не должно быть твёрдым. Но оно и не должно липнуть к рукам. С мукой всегда будьте осторожны. Чтобы не забить тесто, её лучше добавлять порционно. Добавляю ещё 100 граммов. Особенно, когда меняете муку. Если не знаете, что от неё ожидать. Лучше добавлять её по частям. Нужно все эти крошки собрать в тесто. И уже можно его домешивать на столе. На стол насыпаю ещё 100 граммов муки. И уже буду смотреть, сколько возьмёт тесто. Буду смотреть на его консистенцию. Тесто живое, мягкое. Не старайтесь вмешивать всю муку. Смотрите, как только перестаёт оно липнуть к рукам, но остаётся мягким, значит уже добавлять муки достаточно. Вот такое вот получилось тесто. Смотрите, мягкое. Но уже не липнет к рукам. Сейчас я соберу муку, посмотрю, сколько осталось. Чтобы сказать точно, сколько у меня вошло муки в тесто. Осталось у меня 50 граммов муки. Значит, в тесто вошло 650 граммов. Теперь это тесто должно полежать, для того, чтобы оно легче раскатывалось. Накрываю пакетом, чтобы не обветривалось. И оставляю его минут на 15. Тесто отлежалось. Можно его раскатывать и жарить. Раскатать тесто нужно толщиной где-то полсантиметра. Придам ему вот такую вот круглую форму. Другой кусочек накрыла, чтобы не обветривался. А это тесто раскатываю. Очень много муки не нужно, чтобы она не горела потом в подсолнечном масле. Вот посмотрите, какое тесто. Оно уже видно в таких мелких пузырях. Уже работают дрожжи. А когда будет жариться это тесто, еще присоединится и разрыхлитель. И вот они тогда уже получаются такие прямо воздушные. Так, ну все. Полщина достаточная. Теперь буду нарезать. Нарезайте произвольно. Или поменьше, или побольше. Как вы любите. Но учитывайте то, что увеличиваются в объеме эти вергуны. Так что большими очень нарезать не нужно. Можно нарезать ромбиками и разрезать с уголочка в уголочек. Вот так вот выворачиваю и складываю их на разнос на салфеточку. И сейчас же раскатаю и следующее тесто. И тоже приготовлю. А потом уже буду все подряд жарить. На салфетку складываю для того, чтобы не подсыпать мукой. Чтобы как можно меньше муки было на тесте. Тогда подсолнечное масло у вас будет более чистым и не будет так пригорать. Видите, насколько оно мягкое. Оно между собой даже немножечко слипается. Не нужно его делать твердым. Тогда и вергуны получатся у вас такие вот воздушные. Я уже поставила сковородку на огонь. Налила пол-литра растительного масла. Видите, готовятся они очень быстро. Получается их много, вкусно. Как только масло нагреется, начну жарить вергуны именно те, которые я накрутила первыми. Они уже немножечко подошли. Будут более пышные. Масло нагрелось. Теперь аккуратненько опускаетесь сюда вергуны. И на небольшом огне у меня огонь чуть меньше среднего. Жарить их до золотистого цвета. Время я говорить не буду. Тут всё видно. Только начнут они подрумяниваться и сразу нужно их переворачивать. Можно, конечно, в тесто добавить ещё ложечку сахара, но тогда вот при жарке они больше румянятся и такие становятся более тёмные. Вот видно по краешкам и в серединке видно, что он уже румянится. Вот так они подрумянились с двух сторон одинаково. И я их достаю с фритёром и выкладываю на кухонные бумажные полотенечки. Чтобы убрать лишний жир. Пересыпать сахарной пудрой я буду их тогда, когда они уже полностью остынут, полностью стечёт с них масло. Масло наливайте столько, чтобы сразу покрывался весь вергон, чтобы он нырял в это масло. Вот жарятся у меня последние вергуны. Смотрите, какое чистое остаётся масло. Это благодаря тому, что на тесте было минимум муки. Мука в масле обычно подгорает. Это масло можно будет ещё использовать, дать ему остыть, отстояться и слиться с адком. Вот столько их получается с одной порцией. Довольно-таки много. Смотрите, эти я делала поменьше размера, но всё равно они получились большие. Сейчас посмотрим, какие они внутри. Уже остыли. Слышите, какие хрустящие. Смотрите, какие они пористые. Такие вот воздушные. Мягкие, хрустящие. И смотрите, колеровочка такая жёлтенькая. Не нужно их очень зажаривать. Не нужно их пережаривать. Благодаря тому, что здесь мало сахара, они довольно-таки легко жарятся. Ну и теперь традиционно их пересыпают сахарной пудрой. И я буду делать точно так же. Пересыпать я буду каждый шар вергунов. Тогда они получаются довольно-таки сладкие, вкусные. Смотрите, какие они пузатенькие. Раскатывала я их тонко, полсантиметра, может быть, даже немножечко меньше. И вот они так вот увеличиваются в объёме где-то более чем в три раза. Но можно их подавать не только с сахарной пудрой, а ещё со сгущённым молочком или вареньем, мёдом, с чем вы любите. В общем, они вкусные, с любой добавочкой. Приготовьте такие вергуны, порадуйте своих близких, порадуйте своих деток. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, если вам нравятся мои рецепты. Всем пока, всем удачи!